Всем привет, друзья! Сегодня я буду делать стеллаж. У меня скоро ярмарка, следующие выходные ярмарка. Вот, и нужно сделать стеллаж. Надо сделать что-то необычное, потому что все мастера будут с чем-то необычным. И очень как-то сложно на ярмарке удивить людей. Это артфлекшн, ярмарка, короче, на работу, очень крутая ярмарка, там крутые мастера. Представляют свои работы, мастера со всей России, это не только московская ярмарка. Вот, и я собрала то, что у меня есть, это бобины, бобины и еще бобины. Вот, потом вот такая вот бумага. Буду использовать гипс и, собственно, попытаюсь из этого сделать что-то интересное, что-то красивое. Давайте будем начинать. У меня есть емкость, у меня есть гипс и сейчас мы, собственно, начнем творить. Мне не нужен гипс прям очень, очень плотной консистенции. Мне для моего изделия, снимай вот тут вот поближе, нужна сейчас такая средняя консистенция, с которой можно работать не слишком, не слишком жидко. Берем кусок бумаги, это бумага тиши, окунаем ее в гипс, окунаем, выжимаем, еще окунаем, еще выжимаем и это все, это все накладываем. Допустим, вот так вот. Почему сразу гипсом нельзя? Она уплотняет. На самом деле можно гипсом, но она уплотняет и она сейчас придаст нам красивый, должен быть красивый рельеф. Это на самом деле такая, мне кажется, интересная идея использовать не просто гипс там, а использовать вот так вот, как я, гипс с бумагой. Мы вчера к этой идее пришли с Татьяной, пока ехали в такси домой. Началось все с того, что мы вообще как бы думали, что нам делать, да, как мы будем поступать. Скоро ярмарка, вот. Пришли к мнению, что нам нужно что-то интересное, что-то необычное и что-то такое, чего нет у других, потому что, блин, ну там реально, там никого не удивишь просто. Потому что там у всех красивые стенды, у всех есть стеллажи и, ну, мы же, мы же должны как-то выделяться, когда гипс закончился. Говорю, много не понадобится гипса, говорю. Я уже понимаю, сколько его понадобится примерно. Очень, очень странная композиция, я понимаю, но она высадит и будет красиво. Там очень идёт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!